Вместе с супругом фермер Энжи Сулейманова разводит крупный рогатый скот мясного направления. Оба родились и выросли в среднем сантимире на Умалоклинского района, а после учебы решили вернуться в родные пенаты и заняться сельским хозяйством. Появилась такая идея побороться за грант-агростартап. Увидели, услышали, попробовали и, как говорится, получилось. Вот теперь два года занимаемся этим делом. Полет нормальный, как говорится. Подключили растеневодство, начали комплексно развиваться. Пока нас все устраивает, нравится. Благодаря грантовой поддержке от государства закупили бычков породы казахская белоголовая, трактор и пресс-подборщик. И дело пошло. Теперь семья не только занимается разведением животных, но и заготовкой кормов для них. Помогают и родители. Местные жители с удовольствием покупают натуральное и свежее мясо. А вот фермер из Цельнинского района Валерий Аюгов благодаря агростартапу приобрел коров молочного направления. Конкурсный отбор прошел в 2021 году. Получил деньги 4 миллиона 780 тысяч. На эти деньги приобрел 25 коров дойных, вот сейчас спасутся. И МТЗ-82 новый. Плюс пресс-подборщик для заготовки седа. В прошлом году фермер произвел 111,5 тонн молока. В реализации продукции помогают местный сельскохозяйственный кооператив «Содействие». 3 миллиона 350 тысяч получил фермер Ренат Резванов из Ульяновского района. Помог также агростартап. На эти деньги закупили 30 нителей и 30 бычков. Изначально практически с нуля я приобрел такое довольно-таки приличное поголовье крупнорогатого скота. Начал заниматься, получаю с этого прибыль. Нигде не работаю больше, поэтому на жизнь хватает, слава богу. Благодаря господдержке на старте фермеру удалось уже через несколько лет значительно увеличить хозяйство, приобрести еще больше голов крупнорогатого скота и начать обрабатывать землю, чтобы выращивать корм. В прошлом году подобные гранты получили 23 хозяйства. Средства пошли на покупку сельхозтехники, животных, рыбопосадочного материала, строительство производственных и складских помещений. Дополнительно было открыто 68 новых рабочих мест. Грант реализуется благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».